салют друзья ну что на прошлом занятии мы делали с вами такую штучку как рефакторинг мы за рефактор или код вынесли да из нашего индекс.js вынесли код который не должен быть в индекс.js индекс.js это файл ну мы его так назвали индекс это файл который работает там в нашем случае с html кнопочками и мы решили сделать так чтобы внутри этого файлика были вот как раз таки только работы с html кнопочками то есть так называемый уровень юай именно тот уровень который обрабатывает взаимодействие пользователя и так далее а вот доступ запрос на сервак мы решили вынести в какую-то вспомогательную функцию которую перенесли в отдельный файлик и эту функцию так символично отнесли к уровню дал да так с с лэйр для того чтобы было некоторое разделение уровней это позволит нам во первых проще редактировать код расширять систему во вторых мы легко можем подменять любой уровень на любой другой уровень с другой реализации но с тем же самым интерфейсом да то есть я когда вот юай я пинают дал я здесь дергаю определенный метод с определенными параметрами если я подменю дал здесь какой-нибудь овальный дал ну который будет такой же интерфейс то все будет продолжить юай продолжит работу ничего не сломается но дала будет вести себя по-другому уже куда-нибудь на другой сервер отправлять запросы либо вообще в local storage складывать и так далее но не об этом сегодня мы говорим в первую очередь про аяк запросы про як запросы что получается до callback мы из уровня index.js вызываем метод get images и отдаем этому этой функции свою функцию callback подобию как setTimeout setTimeout и отдаем свою функцию setTimeout то есть эй get images когда ты получишь картинки мы знаем как setTimeout синхронная операция она выполнится через столько-то там секунд то же самое здесь запрос на сервер выполнится через когда-то соответственно когда выполнится пожалуйста вызови наш callback и туда будь так добр засунь данные которые ты получишь сервера и мы сможем это отработать соответственно вот эти вот callback это от callback в callback в callback и так далее это все приводит к тому что код читать сложно и понимать где что происходит то есть мы из юая мы из юая отдали как бы функцию сюда и она вызывается здесь но та функция как бы находится вот здесь вот в юае она вызывается здесь и начинается такое перемешивание а мы хотим некоторую такую изолированность слоев уровней и вот мы вынуждены как-то это за рефакторить обратите внимание что get images проблема какая что мы как бы как говорим get images и мы их вообще хотели бы в идеале здесь написать var условно var images массив картинок и сделать ему return images да но у нас наша функция не нечего ретурнуть функция может что-то ретурнуть когда у нее это есть но мы попадаем функцию get images и у нее нет картинок все что get images может сделать отправить запрос на сервак но return она не может написать то что ей нечего ретурнуть потому что асинхронный запрос будет длиться какое-то время и вот когда он закончится вызовется этот callback и мы в этом callback и вызываем другой callback но ретурнуть мы тут тоже ретур не можем написать если мы напишем ретурн ретурн вот здесь вот да скажем так дату ретурнем то этот ретурн относится к этой функции она-то ретурнит эту данные эти но этой функцией пользуются jQuery он там аякс метод jQuery он вызывает этот метод ему не нужен результат от этой функции он никуда не пойдет понимаете соответственно мы в небольшой такой вот как бы ну проблема мы не можем ретурнуть данные поэтому мы используем callback но появилась новая уже не новая блин ну тяжелая штука для понимания это промисы на самом деле метод jQuery чем хорош тем что он одновременно работает с callback ами и со своими там деферт объектами и с промисами когда мы вызываем аякс на самом деле этот метод аякс он кое-что возвращает он кое-что возвращает конст промис он возвращает промис он возвращает промис и мы можем этот промис ретурнуть во внешний мир ретурнуть во внешний мир обратите внимание запускается эта функция она запускает метод аякс аякс пошел выполняться но этот аякс функция метод аякс он сразу вернул нам promise в то время как сама операция синхронная на там где-то идет 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 что же аж такой promise да это отдельный разговор но вкратце это обещание что вот когда обещание которое говорит о том что вот когда-то асинхронная операция закончится и вот через promise можно будет к этому результату достучаться к окончанию этой операции соответственно аякс он запускает синхронную операцию там где-то в фоне и возвращает promise и мы этот promise можем сразу вернуть то есть вот мы попадаем еще раз get images выполняется эта строчка моментально аякс выполняется там где-то умор 5 секунд выполняться но эта строчка выполняется моментально мы моментально получаем promise и мы моментально его ретурнем соответственно у нас этот promise попадает давайте тоже const кокроме promise от приходит вот сюда вот promise приходит вот сюда что это означает это означает 2 типа удаляю ненужные стрелки то есть наш дал как бы уже вот опа этой обратной стрелке у него нет мы говорим эй дал дай мне картинки и дал тут же сразу возвращает с помощью ретурна promise то есть отсюда вот пришел к нам promise да ну по той же самой стрелке скажем так то есть мы дернули метод get images и по той же самой стрелке у нас вернулся ретурном promise все соответственно как бы в этот уровень дал ничего не пошло из нашего уровня мы пнули дал дал нам как я в своих уроках про функции говорю высрал вот это вот высрал результат ретурнул результат и мы этот результат можем использовать здесь же в юай то есть нам не нужно ничего туда в дал передавать видите какая стрелочка нет никаких стрелочек цикличных ничего мы не отдаем дал ничего не знает о методах здесь супер супер это нам позволяет теперь нам позволяет теперь работать с этим promise для того чтобы понять когда асинхронная операция завершится и какие данные туда придут то есть promise это какое-то обещание как я говорю это какой-то чижирный чувак который следит за асинхронной операцией он в курсе всего что происходит с этой асинхронной операцией поэтому мы во первых не отдаем больше никакой callback не отдаем callback ни в какой get images то есть наш get да мы не отдаем callback сюда не отдаем часть своего метода не отдаем вот сюда чтобы он здесь скобочками вызвался мы этого не делаем мы остаемся здесь нам сервис вернул promise мы больше не отдаем свой callback соответственно соответственно мы callback отсюда удаляем нам уже не надо передавать этот success нам надо передавать этот success нам не нужно передавать этот success вот и соответственно что вот становится короче и у нас здесь нет никакого кода из другого мира никаких функций которые нужно запустить и что получается мы можем теперь этим промисом управлять здесь в нашем мире в мире вот мы что говорим мы промис мы говорим промис обещание это мы знаем что ты когда-то зарезовываешься то есть когда-то закончишься успехом да например ну позитивные ребята думаем что он всегда зарезовывается успехом reject если есть резов он зарезовывается поэтому мы говорим когда ты зарезовываешься успехом мы выполним затем мы выполним опять же какой-то callback да то есть мы по-любому выполним этот callback давайте мы напишем стрелочные функции то есть по-любому как бы callback остается но тебе прям напишу сюда вот он да то есть callback как бы все равно остается callback остается но он остается в этом мире то есть нам из того мира вернулся промис и мы с этим промисом работаем просто говорим эй промис когда ты выполнишься затем пожалуйста вот сделай этот метод промис и позволяет очень гибко настраивать цепочку до цепочка промисов там сэн зэн сделай это а потом это потом это потом это если бы это дело это же делалось помощью с помощью callback то можно было бы сдохнуть на месте и так люди делали кодили кодили и умирали потому что очень сложно а сейчас нет сейчас позитивней и никто не умирает смотрите что давайте проверим работает ли она мне кажется она не будет работать то проверим есть причина по которой я так думаю не работает ну эти все работает как работают промис и ребята у меня на видосе видосах еще нет рассказа про промис точнее есть видос я вам что подскажу смотрите у нас есть цикл видео которое называется вот смотрите скоро будет 1000 подписчиков кстати говоря 1000 подписчиков блин спасибо вам если вы там репосты делаете видосов какие-нибудь на стену там или что-нибудь такое да спасибо даже за просто ваши лайки ребят мотивирует меня эта штука делать дальше что-то так вот мы перейдем на мой канал и и давайте в объем в поиске promise так нет рекламу что выключу в объем promise promise сейчас глянем мотиво callback странно promise нашло дайте по русски пишу promise promise и вот test for everyone promise и promises берите этот видос смотрите там я рассказываю про promise это первое видео я как бы на занятии людям об этом рассказывал просто ребятам своим чтобы они могли проект делать ну короче короче как то так возвращаемся к вас с вами каяксу то есть вы сейчас ну что мы вернулись то есть все мочи красавчики мы теперь вместо вместо кулбеков используем promise и это гигантский шаг вперед это считается на современный синтактиз то есть так и пишет большинство программ сегодня с помощью промисов и давайте маленький нюанс то есть то что мы сделали разделили на два уровня это нам позволяет легко уровни менять главное чтобы оставался интерфейс давайте создадим сейчас сервис get images создадим get images 2 get images ну давайте этот get images напишем old версия а get images оставим давайте вместо jQuery вместо jQuery заезжаем библиотеку которая называется axios сегодня ее используют плотненько в react для react разработки во время react разработки для того чтобы делать запросы на сервак мы возьмем сейчас это axis и подконнектим вот ее с помощью вот минифицированную версию с помощью скрипта минифицированную версию с помощью скрипта вместо jQuery мы сейчас подключим axis jQuery мы закомментируем смотрите какой трюк какой трюк за счет того что мы так четко все разделили мы просто говорим теперь не jQuery а теперь говорим axios axios get видите чтобы get запрос сделать get axios get axios get axios get и по идее по идее вообще все должно работать то есть мы этот эту функцию вообще даже можно закомментируем ее то есть видите мы сохранили название функции и сохранили интерфейс и возвращаем по-прежнему promise и вот по идее а этот видите уровень он и не должен меняться то есть мы заменили одну библиотеку на другую библиотеку идея какая что если мы решили использовать не jQuery а axios или решили использовать там нативный фэтч этому уровню должно быть пофигу что там используется я отвечаю мой код отвечает за взаимодействие с пользователем мне плевать что там используется внутри для отправки запросов на сервак это вот этот господин пускай будет в ответе так и произошло мы подменили да мы подменили в сервисе библиотеку а этот файл вообще не тронули вообще никак не тронули и все у нас по идее должно все продолжить работать я вообще иногда пессимист поэтому мне кажется что сейчас не будет работать нет не работает data for each is not function ну какая штука да мы здесь менять ничего не собираемся и не будем здесь ничего менять потому что в этом смысл да в этом смысл изолирование слоев но немножко в сервис джейс да тут надо немножко подрихтовать мы сейчас возьмем и скажем zen zen сюда приходит data а мы наверное датча загляну документацию axios а документация axios 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 короче я не вижу документации информацию которую я хотел бы увидеть поэтому я сейчас просто поставлю . останова здесь делаю ретурн пока дата поставлю . останова я не знаю просто какой там интерфейс что там возвращает что-то в промисе приходит обновляю ставлю . останова ставлю первая страница жму клик не смотрю что в дате в дате сидит видите много чего а у дата есть еще дата и там уже сидит наш массив то есть немножко обертка другая поэтому я возвращаю дата дата вот так вот и давайте проверим что что она работает я тогда немножко еще поясню вам что произошло все видите все работает условно говоря еще раз я юай я index.js я уровень юзер-интерфейса я код который отвечает за взаимодействие с пользователем мне нафиг не сдалась информация как там делать запросы на сервак если мне нужно сделать запрос на сервак я делегирую это своему помощнику рабу шлюшки дал а я вот горько имиджи сдай мне имиджи он возвращает промис и мы дальше с этим промисом взаимодействие а вся логика инкапсулирована здесь мы можем раскомментировать вот это вот закомментировать это у нас теперь наш программа работает с jquery но идея как мы все изменения делаем сервис gs в этом уровне этот уровень мы не трогаем понимаете какая гибкость большая это самый важный момент один из самых важных моментов что мы можем легко подменять поведение используем ему библиотеки подходы самое главное сохранить интерфейс интерфейс для функции это что какие как она называется какой параметр она принимает и какой результат возвращает здесь у нас возвращается промис промис этот затем срабатывает эта функция zen и промис это zen генерирует новый промис внутри нового промиса возвращается вот это вот дата это уже как работа с промисами здесь немножко ну тут двух словах не расскажешь вы должны просто знать ну вам надо промис вообще изучить то видео что я вам сказал пожалуйста посмотрите а я все-таки попробую вам немножко пояснить промис мы возвращаем промис промис это такая херня у которой есть метод zen это значит когда промис зарезовывается вызовется функция которая передается внутрь зена вот функция передается внутрь зена при этом zen тоже возвращает промис сама функция zen она возвращает промис то есть по именно по этой причине мы возвращаем не промис сам возвращаем то что возвращается после зена а zen тоже возвращает промис именно по этой причине мы здесь вернули промис и мы у промиса опять пишем zen именно по этой причине можем zen 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 цепочку делать уже каждый zen возвращает промис вопрос что в этом промисе будет сидеть раньше нам было важно чтобы внутри промиса зарезованного вот который зарезовывался внутри зена чтобы пришли данные наш массив да давайте напишем array наш array чтобы пришел нам было важно потому что ну У нас так спроектирован интерфейс, да? Мы даем пинок сюда и получаем промис, у которого в резолвии потом будет сидеть массив элементов. Но когда мы заменили здесь, заменили вот здесь на Axios библиотеку, там немножко другой смысл. В промис, внутри промиса приходит не массив данных, как у jQuery было, а приходит большой объект, там много чего сидит, много информации о HTTP-реквесте и так далее. И среди прочего там есть свойство дата, именно поэтому дата-дата. Респонс давайте напишем, респонс, дата. И у этой даты, то есть там уже, это уже массив, поэтому мы немножко написали, не просто промис вернули, а добавили в цепочку новый Zen, в нем как бы мы достали из респонса то, что нам нужно и вернули. Этот Zen возвращает новый промис, данными которого является то, что вернул этот коллбек. Короче, ну оно, ребят, муч, муч, когда не знаешь, что такое промисы. Поэтому, пожалуйста, посмотрите видос, который я вам сказал. Сейчас я изменю промис на промис. Промис на промис. Промис. Вот видите, не находит. Промис. Сохраняю. Так вот, бомбим дальше. Бомбим дальше. Ну что бомбим дальше? Все. На это можно остановиться. jQuery мы выкосили библиотеку. Она нам не нужна. Удаляем это. Ну, jQuery оставим верстальщиком и клепателем говносайтиков. Мы хотим быть фронтейн-разработчиками, jQuery нам, к сожалению, к радости не нужно. Большое спасибо великому, могучему Джону Рейсигу. Кажется, так его зовут, который придумал это все дело. jQuery целое поколение, короче. Огромное количество сайтов используют jQuery. Еще будет его использовать. Но уже не мы. Уже не мы. Так вот. Все. На этом давайте остановимся. Проделайте, пожалуйста, все то же самое, что я проделал. Проделайте, 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 что я проделал. Порадуйтесь, что оно все у вас работает. И переходите к следующему видео. Переходите к следующему видосу, в котором мы с вами продолжим изучать запросы. Сделаем get-запрос уже на другой URL. И при этом, помимо get-запроса, мы начнем еще делать запросы. Я напомню, что у нас HTTP-запросы могут быть get, а может быть post, а может быть put, а может быть delete. Ну, об этом в следующем выпуске. Спасибо, что было. Ты остаешься на нашем канале. Ставь лайк, если понравилось. Все. Пока-давай. Айти-кама с утра, сделаю тебя программером. Жить жава скрипно, на нашем канале. Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»